Добрый вечер, 7 часов и 20 минут. Прямой эфир телеканал ТВ5. Это программа «Без цензуры». Меня зовут Андрей Мамыкин. Я с удовольствием представляю гостю сегодняшнего вечера. Это Ольга Процевская, исследователь, докторант Латвийского университета. Доброго вечера. — Мне знаете, что поразило в вашей биографии? Что вы в своем себе указываете латышский родной и русский родной. И действительно так сложилось в вашей семье, в вашей судьбе? — Так действительно сложилось, и я этому очень благодарна. Билингвальное образование, как известно, развивает мозг и отдаляет маразм в более зрелом возрасте. Но помимо этого, это позволило мне просто иметь доступ к гораздо большему объему знаний, нежели знания изначально одного языка. — А вот вы, Ольга Евгеньевна Процевская, кем себя больше ощущаете, русской или латышкой? — Мне все-таки нравится это такое странное, иногда неловкое, но мне кажется, очень осмысленное обозначение, изобретенное Райнисом — латвиец. — Латвиец, который по-латышски. Вот не прижилось это слово в латышском языке? — Ну оно так, не прижилось, да, не стало суперпопулярным, но все-таки его распознают, и я знаю довольно-таки, ну, нескольких русских, которые с удовольствием, русскоязычных, Латвии, которые с удовольствием так себя идентифицируют. — Ну не несколько, тут много таких. — Много, да. — Я хочу спросить онлайн-аудиторию. Вот что, как вам кажется, нужно сделать, чтобы спорные для латвийского общества даты перестали общество Латвии раздражать? Вот если вы считаете, что нужно забыть про 9 мая, про героизацию Сталина, Красной армии, нужно признать советскую оккупацию и перестать бороться за русский язык, как второй государственный, то 905-01-321 — это точка зрения для вас. — Если вы считаете, что наоборот, мир наступит тогда, когда там они забудут про 16 марта, перестанут говорить про оккупацию, про какую-то коллективную вину русских и так далее, то 905-01-322 — это точка зрения для вас. — Если вы считаете, что нужно вообще оставить эти спорные, сенситивные даты и процессы в истории латвийского общества в стороне и оставить на суд истории в первую очередь, она сама рассудит через век-другой, ведь история не меряет более мелкими, как мы с вами, периодами, то 905-01-323 — это телефон для вас. Ну и звоните, потому что это прямой эфир, и Ольга Процевская ответит на ваши вопросы или выслушает ваши комментарии 673-574-31 — телефон прямого эфира. Ну и электронка, естественно, тоже. Тоже работает. Вот скажите, почему такое отношение к 9 мая и к 16 марта? Ну, отмечают они на кухне, ну пусть отмечают. Ну, пошли в парк, спели песню. Ну, спели. Ну, прошли они от Домского собора до памятника свободы. Ну, прошли. Нет, не пустим. Одним не нравится одна дата, другим не нравится другая дата. — И именно поэтому не нравится, что не на кухнях празднуется, а празднуется в важных местах. Это видно, но неприязнь, она не была изначально свойственна этим датам. Она развивалась постепенно, и судя по тому, как параллельно происходили процессы, это все-таки связано с полицизацией этих праздников, то есть с подключением к вот этому историческому событию дополнительных политических, символических, если хотите, значений, которые накручивают вокруг этой даты такой ореол символический, который и уже начинает создавать вот эти трения. — Смотрите, у нас общество, оно настолько легко манипулируемое, что, как вы сказали, накрутить можно что хочешь политику. Пришел, сказал там, вот, идите туда, и толпа побежала туда. Пришла другая политика, сказал, идите туда, и толпа побежала в другую сторону. У нас общество манипулируемое? Или это, в принципе, любое общество такое? — Во-первых, это не происходит быстро. Это все-таки длительные процессы, которые длятся годами и постепенно, и они тоже могут и измениться, и, скажем, настроение спасть и так далее. Но общество действительно подается влиянием, и это нормально. И это не свойственно только Латвии, это свойственно, я бы сказала, что всем. Особенность Латвии в том, что у нас действительно молодая демократия все еще. Хотя я не люблю ссылки на то, что мы там только 20 лет, независимо, что от нас требовать. Но в то же время надо иметь в виду, что у нас еще такой опыт, который нас время от времени ставит перед конфликтными ситуациями до сих пор. — Вот вы извините меня за такой вопрос. Я сейчас, наверное, как-то дедушкой мамыкиным буду выглядеть. Девчонка, родившаяся в 1986 году, извините еще раз, вам правда все это интересно изучать? Изучать с точки зрения процессов в обществе, с точки зрения каких-то социально значимых тенденций. Вам правда все это интересно? — Моя самая главная сфера исследования — это интеллигенция. Интеллигенция времен как раз моего рождения. То есть и остальные мои исследовательские направления — это дополнение или отвлечение, развлечение от этой главной темы. И по всем этим темам ответ — да, да, мне действительно интересно. — Вы недавно написали книгу, вот эту вот, вспоминания о советских депортациях в Латвии. Политика памяти и публичное пространство. Ну, вы с автором, тут всего четыре человека, вот, причем я так заметил, что три фамилии латышские, одна, насколько можно судить, а фамилия Процевская, как, не знаю, о русской, славянской или не латышской. Польской. Польской, западно-славянской, то всякое, ну, не латышское. А почему вы писали о советских депортациях? Столько же написано газетой Латвия-Савиза, столько слез вылета, что изучать-то, мне кажется, уже нечего. Вот, в том-то и дело, что эта книга не о депортациях. Это книга о том, как мы, как общество, сейчас, как бы, работаем с темой, скажем так, как мы с ней живем. И об этом как раз-то ничего и не было написано. То есть, очень много сделано работы по сбору и анализу материалов, которые касаются самих депортаций. Но что с этим делать сейчас, какова традиция, вспоминания и каково его будущее, об этом сказано очень мало. И мы решили заполнить это белое. А вот скажите, общество может забыть вот это, вроде историческая память и коллективная, но при этом у каждого она и своя индивидуальная. Ну, может быть, не на уровне нашего с вами поколения, на уровне, там, поколения наших бабушек, дедушек, уже всяко. Общество может забыть об этом? Ну, чтобы ему было комфортнее. Ну, если, предположим, меня раздражает 9 мая, а вас 16 марта, но если бы мы договорились забыть об этих двух датах, нам бы всяко было легче договориться об остальных других вещах. Почему мы подлые, как общество, не можем забыть об этих датах? Я искренне думаю, что мы не подлые, не мы с вами, не как общество. Дело в том, что забывать является естественным свойством человеческой природы, но забывать силой воли, это как раз очень неестественно. Поэтому забыть с помощью усилия, ну, это просто выглядит нереальной стратегией, во-первых. Во-вторых, я не уверена, и, ну, мировой опыт пока скорее наводит на мысль о том, что амнезия не является лучшим двигателем прогресса, что гораздо лучше забвение — это выводить, делать выводы, учиться от тех событий, которые были, и с помощью этих выводов уже двигаться дальше. То есть, на мой взгляд, движению вперед гораздо больше поможет диалог, который своей целью задает понимание, услышание, по крайней мере, понимание разных сторон, и те выводы, которые обе стороны сделают во время этого диалога. Ну, а стороны-то говорят? Ну, вы представляете, я не знаю, тех, для кого 16 марта — святой день, не потому что Гитлер там какой-то герой, потому что дедушка был в Легионе, а дедушка, он всегда самый добрый и самый хороший. А для других спасибо деду за победу. И на нынешнем, не знаю, там, BMW X5 белой краской написать на Берлин и кататься весь день по Риге 9 мая именно вот на так оформленной немецкой, кстати сказать, германской машине. Ну что, вот эти два человека между собой в состоянии договориться? Во-первых, диалог уже начался. Я бы сказала, что лед тронулся, он тронулся примерно год назад, когда не без помощи, в том числе и моих коллег, начались дискуссии о том, что возможно ли примирение сторон воевавших во Второй мировой войне. И результаты у этого разные, и ожидать быстрых успехов, по-моему, тоже было бы неправильно. И, скорее всего, они не наступят еще и там в ближайшие, не знаю, один, два, три года. Но впервые стороны обе встретились 8 мая у Вечного огня на Братском кладбище. Это кто встретился 8 мая? Там было несколько легионеров, которые тихо пришли. Пять. Но это, несмотря на то, что и впервые в истории официальная делегация государственная, вместо того, чтобы подождать, пока ветераны как раз Красной армии оттуда уйдут, потому что у них там своя церемония, они попросили их подождать и пожали им руки. Казалось бы, ну, смешно и нашли, чем гордиться. Но... Казалось бы, да. Пять легионеров и пять красноармейцев. И три депутата. И оркестр. Да, это сразу еще плюс 20. Да. Извините, а 9 мая в Задвинье, в Пардаугове, да? 200 тысяч человек. Я сказала, что так же, как Армстронг на Луне сказал, что маленький шаг для человека и большой для человечества, здесь может быть микроскопический шаг. Но для латвийского общества это важный шаг. Давайте послушаем наших зрителей, представителей того самого латвийского общества. Виллиса Сауспилса звонит нам. Всем остальным 675-743-1. Виллис, прошу вас, добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. У меня вот такой вопрос. К вашему гостю. Пожалуйста. Вы занимаетесь интеллигенцией конца 80-х. Собственно, это основная часть Народного фронта. Ее основа. И как вы относитесь к тому, что эта интеллигенция обманула русскоязычный народ и сделала их негражданами? Хотя обещала совсем другое. Спасибо Виллису. Ненаучно, зато очень народно. Это тоже правда жизни. Обманула интеллигенция русский народ, обещая гражданство и не выполнив свои обещания? Я еще как раз не докопалась достаточно детально до именно этого эпизода, потому что моя работа такая очень постепенная, археология действительно событий того времени. Но то, что безусловно есть на что имеет право ссылаться русскоязычной Латвии, что были обещания, действительно, и было настроение такое всеобщей демократии и страны, которая будет для нас всех. И буквально в самом начале 90-х это испарилось как в одно мгновение. И это, кстати, тоже очень хорошо видно на примере памяти депортации, потому что в 80-х годах русскоязычные участвуют в демонстрациях по поводу на 25 марта, 14 июня. И русскоязычная пресса об этом пишет огромные статьи с фотографиями, репортажей и так далее. И в 90-м году это как ножом обрезается. То есть перелом, он пошел сразу на нескольких фронтах, и так он там и остался. И до сих пор вот этот перелом в разной исторической памяти, это то, что разделяет латвийское общество. Но это, в принципе, разделяет до сих пор, потому что депутат Европейского парламента, представитель правящей партии «Единство», бывший министр иностранных дел Сандра Калнете пару лет назад на официальном мероприятии 25 марта буквально цитата «Русские евреи выслали алтышей». Как это? Это как? Это что? Это куда? Цитаты я комментировать не буду, но одну из проблем, на которую мы указываем в этой книге, уже с той точки зрения, что будет с этой традицией дальше, какие проблемы в ней есть, которые создают риск для ее продолжения.